Всем привет! И сегодня мы с вами будем рисовать закат гуашью. Два года назад я снимала видео, где я рисовала вот такой вот пейзажик акварелью. Ну и кроме того, я его снимала без объяснений и сегодня хочу его повторить и показать вам, как сделать такой же рисунок, только уже не акварелькой, а гуашью. Так как гуашь это два абсолютно разных материала и, например, если у акварели мы используем много воды, то гуашь наоборот. Здесь очень важно, чтобы краска была не сильно густая и не сильно жидкая. То есть по густоте она должна быть примерно как сметана. Ну а прежде чем приступим к рассмотру, подписывайтесь на мой канал и вступайте в мою группу в ВК. Ссылочку я оставлю под видео. Ну и конечно же подписывайтесь на мой канал. Что ж, ну а теперь приступаем к работе. Итак, лист я располагаю вертикально. Для начала я беру синий цвет и добавляю к нему капельку фиолетового. И наношу краску на бумагу, то есть постарайтесь, чтобы краска легла плотно и равномерно. И наношу краску на бумагу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова И после чего я синий цвет добавляю белил. Он примерно у вас должен получиться вот такой вот цвет. И таким образом мы делаем растяжку между двумя этими цветами. Напомню, что для этого гуашь не должна быть сильно густая и сильно жидкая. Если она будет сильно густая, краска будет просто высыхать. И пока вы будете намешивать другой цвет, предыдущий слой высохнет, и вы не успеете сделать равномерную растяжку. То есть краска будет плохо смешиваться. А если краска будет сильно жидкая, то у вас будет просвечивать бумага. Но такого гуаши быть не должно, так как это у нас не акварель. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Далее я беру немного розового, красного и белил. То есть ваша задача получить вот такой оттенок. И теперь мы делаем плавный переход уже от светло-синего к нежно-розовому. То есть самое трудное в этой работе будет сделать именно равномерную растяжку, чтобы не было никаких полос и грязи между цветами. Субтитры создавал DimaTorzok Далее в этот же розовый я добавляю желтого. И у меня получается уже оттенок оранжевого. И снова мы делаем плавную растяжку уже между розовым и оранжевым. Субтитры создавал DimaTorzok Потом я беру не чисто желтый, а немного разберенный белилами. И чем ниже я буду спускаться, тем больше белил желтый буду добавлять. Тем самым у нас получится растяжка от оранжевого к светло-желтому. Не пугайтесь сразу, если у вас видны какие-то полосы и разводы, потому что гуашке нужно дать высохнуть. Когда она полностью высохнет, то разводы должны, как правило, исчезнуть. То есть если гуашь не была у вас сильно жидкой. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ну что ж, всем спасибо за внимание Всем, кому понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, также подписывайтесь на меня в инстаграме и вступайте в мою группу ВКонтакте. И напишите в комментариях, какие вы бы еще хотели видеть видео на моем канале. Всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok